У подорожья по Гомельским-Полессе отправилась замежная делегация представников шести краин. Сирот гоноровых гостей – посол излученного Королевства Великобритании и полночной Ирланды в Беларуси Феона Гипп. Поездку с наемства с нашей областью организовало Управление спорту и туризму Аблова-Канкама. Чем цикавы, поднево-усходний регион Беларуси для замежных туристов доведалась Ганна Каральчук. Двухдзенная подорожья по Гомельским-Полессе – это рекламно-информационный тур, у которых запросили представников замежных установ, туристической индустрии и потенциальных инвесторов. 15 гостей из России, Украины, Хорваты, Великобритании, Бельгии и Эстонии отправились ознайомиться с главными словутостями Гомеля, Мазыра, Турова и Национального парка Припятске. Посол излученного Королевства Великобритании и полночной Ирланды в Беларуси Феона Гипп приехала в Гомелю другий раз и привезла свою мать. По словам дипломата, Палацево-Парковый ансамбль – это уже важная причина наведать областный центр. Однако для развития регионального туризма термин безвизового – находжение в Беларуси – лучше увеличить. Очень хорошее решение создать безвизовый срок. Но пять дней, когда первый день – это день приезда, и пятый день – это день, когда вы уезжаете, есть три, просто три дня, чтобы посетить страну. Это мало посетить страну, кроме Минска. Это надо увеличить срок. Десять дней или даже месяц. Эта поездка должна стать добрым штуршком для повышения цикавости замежных туристов и умоцования имиджа Гомельской области у международной супольности. У этого видит свою задачу и английский письменник, аутор доведника по Беларуси – Найджел Робертс. Он сейчас работает над четвертым выдаем книги и шукает новые места, гостиницы и рестораны, про которые расскажет на сторонках доведника. И когда Гомель и Мазыра англичанину добро знакомые, то у туров он едет в першиню. На питание, чем цикавая Беларусь замежным гостям, мистер Робертс отказывает – усим. Для большинства заходных туристов Беларусь – терра инкогнито. Именно витагетая неозведанность притягивает. Гости с Запада, из Великобритании и Америки, ничего не знают об этой стране. Все, что они здесь видят, они видят в первый раз. Это и природа, и история, и церкви, и музеи, и культура, и советская история. Тем не менее, западным туристам до сих пор достаточно тяжело путешествовать по всей стране, если они не знают русского или белорусского языков. В таком случае поездка в одиночку отпугивает. После экскурсии по Гомельским палацово-парковым ансамбле делегация отправилась в Мазыр. Другий день тура, включая визиту Национальный парк Припятский и один из самых старожитных городов Беларуси – Туров. О кроме их историчных славутостей, у туристов наведают молочный комбинат, где постпробуют сыр белорусской вытворчасти. Ганна Корольчук, Валерий Гапанько, отели радио-компания Гомель.